Оксимирон большой поэт? Он отрицает это. Он говорит, что он третисортный поэт, но хороший рэпер. Ты знаешь, у меня есть одна только проблема. Мне кажется, что между рэпом и поэзией лежит большая жанровая граница. Но это, как сказать, у них разные задачи. Потому что мне кажется, что цель поэтического текста отжать все лишние слова максимально. И оставить такую горсть, без которой это невозможно сказать. А цель рэп-текста — это использовать слова как ритмическую структуру. Поэтому чем больше их созвучных и, ну, в общем, как можно больше слов использовать, понимаешь, в орнаментальных целях. В целях узора как бы такого, как вот арабская вязь делает из текста орнаменты, так и в рэпе. Там должно быть, ну, как бы, чтобы донести эту простую мысль, хватило бы слов в три раза меньшего количества. Но цель как раз в том, чтобы их было очень много. Но это невероятно талантливый человек, одаренный литературно со всей очевидностью. И на прямой вопрос однажды, о чем бы ты занимался, если бы ты вот, если бы вот это все тебя перестало, наконец, интересовать. Он сказал, я был бы переводчиком, и я был бы неплохим переводчиком. Потому что прежде всего это интеллигентственный питерский молодой человек с хорошим образованием. Ну, да. Видимо, поэтому он оказался мне так близок. Дошли не все одни, считая, что я создал монстра. Другие сходы слышат сэмпл, это Окси Озбор. Не буду врать, да мне немного грустно, но для каждого из шестерых всегда накрою стол свой. А он переживает из-за того, что он мог бы, если бы был поэтом, он мог бы использовать три раза меньше слов для того, чтобы сказать то, что он хочет сказать? Я думаю, что, ну, я думаю, что если бы у него была цель написать стихотворение, он написал бы классное стихотворение. Но это совсем другой жанр, чем рэп-трек, понимаешь? А вот Ваня Нойс мне однажды сказал, что он хотел бы писать стихи прямо. Но это сложно, потому что ты работаешь в некотором другом формате. Но вот его, не знаю, его последняя работа, которая называется «Все, как у людей», трибют Летову, это очень большой текст, я тебе могу сказать. Тебе понравилось? Да. Это, ну, это уважение прямо, это респект реально. А клип тебе понравился? Да, и клип классный. Клип страшный, простой, офигенно круто сделанный, с его вот этой, знаешь, такой ледяной улыбочкой на протяжении минуты. Не, Ваня очень вырос, я очень им горжусь, он, по-моему, огромный молодец. СМИ ГОЛОСАТ! То, что повсюду агентами шесть ЦРУ и МОСАДА пугают исчадием ада. Звездно-полосатым, осато-бейсатым. Лёг под ногами майора, ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Как ты с Мироном познакомилась? А что-то мы зафанатели с лучшим другом от него. Посмотрели его какой-то очередной батл, которых было некоторое время полно прямо. И я написала большой пост про него. И он пришел в комментарии что-то прокомментировать в фейсбуке. Сказал, что там не совсем так, там немножко по-другому. И мы давай спорить про Блока, что он любит Блока. И я продолжаю этот разговор уже в личных сообщениях. Говорю, ну, Мирон Янчич, я все понимаю, но Блок. Он говорит, а что вы, вот у него там есть там тот и тот. Я говорю, ну, слушайте, ну это уже даже не в личных сообщениях. Разговор должен происходить. Вот жалко, что вы не пьете, и, наверное, вы в Питере. Он такой, и пью, и не в Питере. Я говорю, ну так приезжайте. Через полтора примерно часа он приехал к нам с Костей в гости. Это было примерно час ночи. В 10 утра, после того, как мы 9 часов подряд пели, читали, хохотали, рассказывали истории, мы наконец договорились, что нам надо ехать домой поспать хоть немножко. Ну, и так как-то мы познакомились и начали общаться. Это супер, ну, открытый и искренний человек. Ну, естественно, для тех, с кем он хочет быть открытым и искренним. Поэтому я помню, что меня этот жест очень растрогал. От приглашения до приезда прошло полтора часа. Вообще невероятного таланта человек. Да, да, он правда классный. Ты знаешь, его основной талант состоит, мне кажется, даже не в том, что он одаренный очень литературно, а в том, что он сохранил какую-то суть свою и подлинность в урагане просто, нечеловеческого, шквального, больного внимания, которому он подвергся. Тяжело ему это переживать? Я думаю, что в какой-то момент это влияет очень сильно на личность, когда ты выходишь в город и полторы минуты не можешь пройти, чтобы кто-то не повис на тебе. Я просто с ним пару раз погуляла по городу, я наблюдала. Ну, с тобой тоже, наверное, сложно гуляться. Это, ну, это ураган. Ты не принадлежишь себе вообще. У всех разных людей есть к тебе либо предъявы, либо какие-то дикие восторги, либо желание сфотографироваться, либо что-то к концу дня вокруг тебя толпа. Просто, ну, как... Это прям... И он, я думаю, вот его как бы длинная пауза, она с этим связана, чтобы дать остыть просто и себе, и пространству. Он сейчас, я насколько знаю, готовит что-то. Вот ему хочется, видимо, хотелось дать себе передохнуть от всего этого. Слушай, ну, они живут в нечеловеческих условиях. Вот Ваня, который в какие-то времена там ехал в тур по 60 городов, это человек садится, ну, то есть, надо себе представлять, человек садится в автобус. Там, в сентябре возвращается домой, в декабре. А два сына. А дети летают к нему на выходные с женой на гастроли, повидаться, пообедать до концерта и обняться после. Ну, то есть, это вот такая, как бы, история. Я думаю, что сейчас уже, как бы, он в таких темпах не работает, но у Мирона тоже был в какой-то момент дичайший передос, насколько я знаю. Он сказал, все, если я еще в таком режиме попашу, я с ума сойду. И заболел, и последние 10 концертов тогда отменил, и просто уехал отдыхать, потому что, ну, я так счастье, у меня судьба позволяет не работать в таком режиме.